здравствуйте приветствую владикавказ вас приветствует я донечанин зовут меня артем ну понятно на данный момент не из донецка не понял донинчанин да город донецк да город донецк у вас прапор украинский ну я гражданин донецк сейчас оккупирован россии это это не россия это оккупирован немцы тоже когда-то оккупировали большую часть советского союза считали что это их оказалось нет украина как там борется до борется с оккупантами борется ну и как и помню там 370 тысяч ваш еще один интернаст еще в начале когда нам доступ дадут достаточно вооружение тогда и будет контрнаст как мне нравится как мне нравится когда вот такие вещи говорит представитель народа который был оккупирован россией и он а классический манкурт человек забывший свою свой рот человек забывший свою историю ваши народы были оккупированы а вы знаете свою историю я знаю вы знаете свою историю знаю ну а вы вот какого вы род лемени себя относите к древним окрам которые черное море выкопали еще один где жарю ну просто жертва российской пропаганды кто вы кто вы такие вам когда-то 100 ли скобеева то ли соловьев рассказали вот этот херню о том что якобы у нас учат о том что укры выкопали черное море специально для таких тугих как ты у меня нет уважения к таким людям поэтому буду говорить на ты так вот специально для таких как ты объясняю когда-то у нас была такая юмористическая программа украинцы офигенные там говорили о том что укры выкопали черное море это юмористическая программа идет а ты ты без рода без племени пошел нахер защитники этого флага защитники да прикольно хочу чушать лагу да это флаг а сколько там подпись ну ну на этом флаге сколько она защищала человека этого тела молодой человек юмор за три рубля что-то придумаете давай покажите мне за 4 хотя пошел нахер и попасть и нахуй флагом понял слабо выгляни в окно я тебя поджигаю посмотри на это комедийный шоу потому что сейчас уровень петросяна понимаешь команду по пакетам выучили тогда по пакетам пошли нахер тварь опять ты и блопить уж и надо ты чё блять я смотрю быдло невыключаемое бык талалайский да 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 бык талалайский а подожди я я все время обижают талалайку нашу ты бык потерянный иди в стойло и мы че через трубочку заролее видали никуда ты модный наряженный прям по всем правилам микрофон еще прикупил вообще посмотрелся тупо а так ты его прячешь я понял сзади прям все расписались ну ребята которые не все там немножко немножко ну хватает ну да ну но это те бригады от которых у вас эти как бы это сказать заднепроходные органы пылают но это те которые там расписывались которых две с половиной тысячи выходили с руками поднятыми мариуполь тоже есть расскажи расскажи ну скажи что есть ночи нашим сказали выйти наши вышли пока не было приказа они стали они бы дальше ладно нахер так друзья оголошу розережь цього прапора на якому підписались хлопцы с третьей штурмовой бригады кракена и айдара вхідный скажем так один шанс або 100 гривен або 5 доларів ну а якщо вы больше задонатите то очевидь вы и большие и будет и шмат и шанс на что заблантуй здорово приветствую что обсуждаешь отношения стран моей собеседника понял я получается из россии ты из украины что-то не устраивает устраивает мне просто интересно вот мнение россиян почему вот именно личное мнение россиян почему россия напала на украину как почему россия предупреждала что это будет делать за полгода еще если вы не успокоитесь ну в власть ваша власть проигнорировали россия предупреждала вот я вот не помню чтобы 13 в тринадцатом году россия что-то предупреждала а причем тут тринадцатый год а потому что в четырнадцатом вы напали где в крыму сначала потом донецк луганск понял слушай а вот где в крыму были боевые действия украинской российской армии было убито как минимум двое украинских военных и более 15 крымских где где были боевые действия украинской и российской армии в симферополе было убийство нашего военного и картографический центр насколько помню еще там одного военного тоже убили . что при нападении армии и при защите другой армии его как минимум двое человек было убит независимо от того независимо от того что убито было или не убито есть определение агрессии вне зависимости от того убит был кто-то или не убит если происходят такие действия это является агрессией одной страны против другой что наконец-таки ваша дурная власть наконец-таки ушла от них 10 лет уже просто прошло приветствую меня зовут артем я доничанин и понятно на данный момент не из донецка обычно об отношениях стран моей собеседника давайте же я уже устал задавать вопрос что должно произойти чтобы на территории украины чтобы россия ушла с нашей территории и тогда наступит мир экономический коллапс вашего государства экономический коллапс вашего государства и военные и военные поражения значимые только украины может вернее скажем коалицию западных стран украины может положить начало какому-то миру других вариантов и даже не рассматриваю ну а какие другие варианты ну я я не рассматриваю никаких других вариантов кроме как выгнать вас нашей территории и вас экономически развалить как вот как государство такое вы можете остаться практически в тех же размерах в тех же границах но вот именно как государство вот именно такое вы должны что пока вы существуете в таком понимании вы имперцы и с вами нормально разговаривать не получится вы любое любое нормальное отношение воспринимаете все о здоров здоровье видами хохол что ли а ты быдло что ли до настоящая тогда иди стоило и мучи там через трубочку пошел нахер твой грязный хохол классическое быдло проваливаю отсюда что такое боишься нормально разговаривать только можешь вот это быковать даже ничего слова не говоря она уже пылает пол сидит еще одно быдло нет а чё не хохол что ли будешь сказать русский или немец я украинец да к хохол уже тогда имперское быдло и фашист пошел нахер нахер хохол как дела фашист обоснули ну ты оскорбляешь другую нацию значит фашист о чем я оскорбил если вы хохоли ну как бы у вас все знают что вы хохоли чем оскорбила у любого грузина у азербайджанца спросила скажет хохол это из попорников пошло это знаешь ты еврей его на букву же назови и послушай что он тебе скажет а скорее всего он тебе просто в рог даст это тоже это тоже самое ты же не сравнил евреи они столько пользы принесли в этот мир что принесли хохоли евреи тебе и медицина и технологии еще раз оскорбишь мою нацию пойдешь нахер быстрыми шажками понял а чем я оскорбил чем до тебя хохол с проблемами пошел нахер приветствую будущее 200 нет ну ты же военной форме значит команду по пакетам нужно учить какой команду по пакетам ну чтоб потом вас не собирать по запчастям знаете что могу вам посоветовать знаешь не советую людям которые тебя не просят совета и они не скажут куда тебе идти нет я сейчас тебе советую шутки новые выучить иди нахер приветствую привет меня зовут артем я донечанин понятно что на данный момент не из донецка ты из донецка? да я из донецка ага ну что такое а если ты был донечанин ты в тряпку блять сзади не повесил блять ой я как был гражданином Украины таким и остался поэтому назвать меня предателем очень сложно потому что я как был гражданином Украины таким и остался логика не нахер россияне логика и россияне это две вещи несопоставимы очко очку очку вагенер ну если я показываю свое лицо а ты как раз очку только и можешь что файчик так потихонечку показать а хлебала свое боишься показать я не знаю боишься поэтому ты очку поэтому ты очку поебись нахер тебе особенно нахер еще одно быдло да да я да я подниму ты ебаная блять ты твой ебан закрой нахер второе быдло да тебе закрой нахер о привет 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 что я как говорят в Одессе спасибо не дождетесь дождь 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 а шо за гончирка висит у вас она в большей части украинцам а ты чмошник самое интересное что ага значит это флагом Кубани тоже моют она полы да потому что насколько помню синий и желтый флаг Кубани мне даже интересно стало я же помню что что-то было синие и желтые эти цвета может быть я ошибаюсь конечно сейчас посмотрим флаг Кубани а не с красным подожди какой же это у вас какого-то какого-то из региона у вас тоже там синий и желтый есть а ты как обычный фашист потому что ты оскорбляешь потому что ты оскорбляешь флаг другого государства ты фашист при том еще хамское быдло которое жрет на камеру поэтому добра не желаю пошел нахер приветствую здрасте меня зовут Артем я донечанин понятно что сейчас не из Донецка как вас зовут откуда вы я Дмитрий из Кемерово что вы здесь разговариваете что вы здесь разговариваете Дмитрий кто-то взошел не знаю как пойдет посмотрим я понял я разговариваю об отношениях стран мои собеседника если хотите можем поговорить что у вас интересного поведать я обычно задаю вопрос россиянам вот их личное мнение почему россия напала на Украину по моему мнению совпадает с общей заявленной целью на оппозиции я понял то есть где нацификация где милитаризация а почему же вы не боретесь со своими нацистами у нас нет Дешергей Арусич глава Мельчаков открыто журналистам говорил что он у них нет власти Рогозин у них оружия нет Дешергей Арусич нет Рогозин человек который зиговал на русских маршах это топ чиновник не помните такого у вас очень ребячие понятия нацизма я понял у нас у нас тоже у нас тоже нет власти нацистов поэтому говорите о том что вы деноцифицируете нас я понял обычное российское имперское быдло пошел нафер